Что же за дверка здесь интересная? Это у нас русская печка. Топится здесь отдельно. Это поддувало сделано чисто для вот этого канала. Когда дно глухое, подовое, да, то есть мы имеем эффект русской печи, то есть угли горячие. Здесь имеются два канала, выпускные две хайлушки. Это позволяет его быстрее нагреть. Ломаные карнизы в архитектурном стиле тоже взяты с храмовой архитектуры, да, то есть с храмовой именно архитектуры. Это 17-18 век. Всем доброго дня, с вами компания Печный мир. Сегодня мы приехали к Александру Валентиновичу поговорить о уже готовом барбекю комплексе, о его технических зонах, то есть, ну и что там внутри, может, какие-то нюансы. Александр Валентинович подсветит, расскажет все нюансы. Здравствуйте, рад видеть нас. Ну вот в этом году летом сделали барбекю. Беседки наконец-то очередь дошла с стараниями Максима Герасимова, да, то есть, ну и его было основное техническое решение с моими корректировками. Долго гадали, как в эту беседку многогранную вместить, чтобы от угла до угла, и чтобы она места не занимала. И по функционалу, то есть, сейчас мы пройдем, посмотрим, что в себя вмещает этот комплекс. То есть, как бы, ну, летом, летом очень удобно, можно приготовить разные блюда разных кухонь мира. И сколько длина его? 7 метров. 7? 7 метров. То есть, от угла до угла 7 метров получается? От угла до угла 7-20. 7-20. Значит, комплекс вмещает в себя очаги. Это тандыр. А тандыр, получается, он будет без вытяжки, всегда, в основном, закрытым, да? Тандыр имеет сбросовый дымоход, то есть, как бы, топится не вверх, а в общую систему. Здесь имеются два канала, выпускные две хайлушки. Это позволяет его быстрее нагреть, потому что факел не открыт. Вот, хайло, приемное, сбросовое, да? А здесь это покраска была? Это покраска, это шамотный кирпич, ну, с тараньямианной вершининой. Он так состаренный, интересно, чтобы и копоти не видно было. То есть, так задумано, что он так и останется. То есть, это кирпич шамотный, шамотный. Ну, так красиво, состаренный, умеренно, смотрится хорошо. То есть, здесь участвовали, конечно, и парни-отделочники, которые здесь работают. То есть, как бы, столешницы делали, фартуки ставили. Вот эту облотку тоже они? Да, уголок вот, варили, делали. Вот на этом акцент хотелось бы сделать, да, что это удобно, что не отколется. Удобно, да, обрамляющий уголок. Причем они его сварили цельный, на цельную конструкцию принесли, вот так себе, бум, и поставили. И он четко встал. То есть, по всему периметру? Да, по всему периметру. Сложный очень периметр, то есть, ну, они здорово так его сделали, что точно все вымерили, что вот он прямо так, чик, и встал на место. Мангальная чаша, да? Здесь мангальная чаша, чаша глубиной 17 сантиметров, то есть, как бы, ну, уже из опыта вымерено, что оптимальный размер глубины чаши, это 17 сантиметров, 17-18 сантиметров. То есть, слой углей, слой углей 5-6 сантиметров. Стенка наклонная задняя, то есть, дает хорошее лучевое отражение. Здесь им пользовались, жарили мясо, шашлыки жарили. То есть, верхняя часть от нее уже греется, да? Да, от нее, от верхней части тоже греется мясо. То есть, когда протопишь дровами, и потом угли разравниваешь ровным слоем, и на решетку можно поставить, на решетке жарили, и на шампурах жарили. То есть, ну, одинаково справляется. Даже стейки такие вот, там, грамм по 600, то есть, нормально прожариваются. А вообще практикуешь, Александр, эти колосниковые решетки снизу? Кто-то делает, кто-то нет вообще? Ты за или против? Значит, я вообще против. Против? Против, да. Почему? Потому что колосниковая решетка все равно в поддувале неплотности в дверке есть, и когда тебе надо пригасить жар на углях, пригасить, а колосниковая решетка все равно пропускает воздух через неплотности в дверке, и они все время раздуваются. А когда там маленький слой остается, углей на колосниковой решетке, у нее низкая теплоемкость, потому что под ней воздух. Она быстро остывает, и температуры не хватает, когда тонкий слой углей на колосниках не хватает, чтобы мясо дожарить, потому что теплоемкости недостаточно. Когда дно глухое, подовое, мы имеем эффект русской печи, то есть угли горячие, даже если угля нету, то есть вот разгребли, а там кирпич, ну жарко сильно, то есть угли разгребли сюда в стенку, а кирпич горячий, то есть теплового излучения инфракрасного и температуры конвекционной, которая создается потоком от горячего кирпича, достаточно, чтобы печь мясо, потому что температура для жарки нужна 240-250 градусов, не больше, ну мясо, иначе оно горит. На углях температура около 1000 градусов, и когда они лежат на колосниковой решетке, они раздуваются, и температура около 800-700 градусов всегда поддерживается, поэтому мангальщики, шашлычники все время тут то поливают, то хлопают, то поливают, то опять раздувают. Это вот именно эффект, когда из колосниковой решетки? Это эффект, когда вот они там, железные чаши дырки насверлены внизу, да, понизу, то есть угли все время раздуваются, перегрев идет, зона вот этой углификации, и мясо горит, то есть, а сверху воздух-то холодный, оно с одной стороны жарится, с другой остывает, испаряется, то есть, ну, что очень так некомфортно. Самый лучший шашлык получается в тандыре, в тандыре или в русской печи. Это самые лучшие шашлыки, просто невероятно вкусные, равномерно испеченные и еще и подкопченные. Здесь же процесс, когда ты вяжешь, это все интересно. Интересно, да. А тут закрыл, забыл на 10 минут уже и достал готово. А здесь-то самый эффект, вот, кульминации. Да, и вот на глухой падине, на глухой падине получается мясо вкуснее. Вот, даже, даже можно потом, что сделать, угли раздвинуть, допустим, и в фольге положить сюда, ну, какой-то, прямо на кирпич. Да, прямо на падину положить в фольге мясо, допустим, тоже стейк или курицу, там, рыбу, неважно, что. И если она в фольге, даже присыпать немножко углями, и она испекется, как вот в костре мы делаем, да, в лесу, то есть, как угли разгребаешь. Да, и картошку также, то есть, все можно испечь на глухом паду, на колосниках этого не сделаешь, поэтому я сторонник глухих падин. Хотел добавить, что подпорная стенка, это же именно для того, чтобы упор делать. Да, чтобы упор, чтобы упирались сзади, вот, подпорная стенка из лесчатки вместо, вместо пропилов, как некоторые делают, ну, чтобы не ослаблять кладку, да, то есть, просто из лесчатки сделана подпорная стенка. Она же увеличивает теплоемкость чаши, она же и увеличивает теплоемкость чаши, греется быстрее, чем вмещающие стенки лесчатка, потому что тонкостенная. И таким образом мы получаем стенки, горячие стенки чаши, только каменные, они тоже дают лучи, то есть, если мы что-то на глухом паду печем, то вот эти боковые стенки, передние и задние, они тоже работают, как излучатели инфракрасного тепла. Догревают? Да, догревают. Идем дальше? Догревают, идем дальше. Что же за дверка здесь интересная? Это у нас русская печка, топится здесь отдельно, это поддувало сделано чисто для вот этого канала, то есть, что воздух вот отсюда подается, чтобы она топилась с закрытой дверкой, чтобы быстрее прогревалась камера, чтобы быстрее прогревалась. Ну, она сводовая, круглая внутри, это русская печка, мини-русская, с глухим подом. Можно стряпать хлеб, можно печь мясо, можно шашлыки печь, то есть, готовить любые блюда русской кухни, но и не только русской, любой кухни. Входовая арка низкая, а сам купол, он значительно, ну, незначительно, на 12 сантиметров выше, сам купол русской печи. Так, а огонь, получается, уходит, пламя туда, сзади. Да, дверка, когда закрыта, воздух поступает в поддувало, проходит через вот эту щель и сверху, сверху на каменную закладку, то есть, воздействует, только как в русской печи именно, да, начиная с пода, воздействует на каменную, на закладку дров, они горят на глухом поду, на падении, на глухой. То есть, ну, это позволяет что? Позволяет закрыть дверку, чтобы, ну, от случайности предохраниться, чтобы сюда дым не шел. И, если мы хотим что-то испечь, то есть, ну, понятно, что у нас камера быстрее догревается с закрытой дверкой, там, не охлаждается потоком холодного воздуха сквозного поддувала, потому что пропускает вот это гораздо меньше воздуха, чем вот открытая дверь. И получается, что поток воздуха большой, переизбыток кислорода, так называемый, большой, то есть, 5-6, получается, как в камине, да, и температура газов топочных падает за счет смешения, ну, сами топочные газы образуются, которые там, 500-600, допустим, градусов, да, средняя часть факела, а отсюда поток воздуха идет уличного в таком же объеме, да, который не участвует в горении. И он остужает, то есть, факел, да, и получается, что и летучие компоненты не догорают, которые, ну, в древесине заключены, когда она дегазируется, то есть, не догорают, то есть, и температура факела падает, соответственно, и кирпичные стенки разогреваются хуже, то есть, да, то есть, коэффициент теплопередачи от газов, которые 800 градусов, допустим, ну, понятно, да, что значительно выше, чем от газов, которые 300 градусов. Вот, когда дверка открыта, температура факела в среднем 350-400 градусов, когда дверка закрыта, вот в этом варианте температуру факела можно довести почти до 1000 градусов, почти до 1000. Здесь стоит пятерековая задвижка, вот, регулирует, значит, поворотная задвижка площадью 330 квадратных сантиметров. То есть, канал пятерековый, 330 квадратных сантиметров, ну, для этой топки и для этого поддувала, то есть, как бы, вполне сообразный, сообразный, то есть, работает все хорошо. Когда все очаги топятся, то есть, как бы, все справляются в одну трубу, ну, труба большая, труба очень большая. Кстати, какой размер? Она с перегородкой, о, я не помню, но она, вон, метр, метр десять, шириной метр, метр пятнадцать почти. То есть, она так и вся идет? Она идет, да, но она не сплошная, она разделена на каналы, то есть, у каждого свой канал, да, то есть, труба доверху идет с перегородками. То есть, отдельно от тандыры, отдельно от очага шестерековый канал и два пятерековых канала, вот, от русской печки и от казана. Все блюда русской кухни можно здесь готовить, все блюда, абсолютно, каша в горшочках, в чугунках, в латках, в утятницах, то есть, все, что готовится в русской печи, все можно готовить. А также можно печь хлеб, пиццу, лепешку, то есть, ну, заниматься выпечкой. То есть, для этого, что, ну, прогорело, мясо испекли, пирометр сунули, посмотрели, стенки остыли до 250, до 270 градусов, стенки. Значит, и поди на 220 градусов, все, можно ставить хлеб, да. Для хлеба нужна температура 240, для ржаного 240, для пшеничного хлеба первого сорта, ну, 210-200 градусов, для пиццы 180 градусов. То есть, как бы, ну, хлеб испекли, теплоемкость камеры, это достаточно большая, то есть, поди на высотой три ряда, поддувало заканчивается вот здесь, это чисто оно для подачи воздуха. Поди на три ряда отделена ватой теплоизоляционной, то есть, вот шамот три ряда, последний ряд на сухую сложенный, на сухую, и лежит на песке, песок насыпан на вату на коалиновую, то есть, а под ним еще два ряда кирпича, то есть, теплоемкость подины. Почему так сделано? Чтобы можно было быстрее прогреть теплоизолятор, проложен после первого ряда песок. Ну вот, лежит кирпич на песке на сухую. А под ним коалиновая вата, керамобланкет, да, то есть керабланкет. А под ним еще два ряда кирпича, чтобы сделать потоньше, под дину, чтобы она быстрее прогревалась. А чтобы тепло не терялось, не уходило вглубь, в предыдущие, в подстилающие ряды, проложена коалиновая вата. Но вот этой теплоемкости вата-то тоже нагревается, и песок тоже нагревается, то есть они поддерживают. То есть поддина остывает в течение 4, где-то 4,5 часов с 250 градусов до 180. То есть за это время можно испечь хлеб, хлеб печется час, да, час-час 10. Потом испечь пиццу, пицца печется минуты там делов, да, то есть там 5-7 минут там. Вот, и еще можно лепешку испечь. То есть остывает за 4 часа, можно несколько закладок сделать, то есть чтобы, ну, стрепней заниматься. Наверное, пойдем дальше? Дальше пойдем, да. Да, еще хотел бы сказать, у нас сегодня минус 30 было, даже больше, сейчас, ну, чуть потеплее. Ну, сейчас 25, наверное. Но цикл красный уже. Сейчас пойдем в баню. Так, ну ладно, в общем, крайний, ну, еще там бойка есть, да, то есть здесь мы видим... Здесь это казанная плита, и она совмещена с тандыром, то есть сделан тандыр-казан. Это уже мое личное такое техническое решение. То есть два тандыра в этом комплексе получается? Ну, получается два, да. Один большой тандыр тот, а этот получился, ну, за счет того, что все-таки использована казанная топка. Он как бы, ну, поменьше, да. И тем не менее... Тем не менее, популярностью вот этот тандыр пользуется. На нем уже готовили? На нем готовили, стряпали самсу, к стенкам лепили, вот он круглый. Ну, сейчас он недотопленный был, да, последний раз плов готовили, потому что не надо было большой температуры. Вот он круглый, отшлифованный, то есть на нем жарили, пропитанный маслом, все, то есть как положено. На нем готовили самсу, лепешки жарили, то есть как бы вот здесь местные ребята, которые занимаются содержанием базы, они узбеки, и вот их узбекские тесто на стенки лепили, то есть как бы и жарили, делали. А технически еще вкусно? Технически. Расскажи, вот внутреннюю часть как? Значит, чтобы сделать его нормально в виде тандыра, чтобы он работал как тандыр, нужно распустить факел, да, то есть чтобы он был фонтаном, чтобы стенки равномерно обогревались, чтобы не было прямоугольных углов, потому что там возникают обратные турбулентные потоки, да, и углы никогда не догреваются, то есть в квадратных топках лучами только средняя часть стенок работает, а углы как бы холодят, поэтому здесь топка круглая, имеется 4 сбросовых хайла, 4 сбросовых хайла под верхом, чтобы когда топится, когда готовим плов в казане, казан большой, 30 литров, да, чтобы он факелом, факелом, вот так, как на фонтанчике, да, то есть равномерно обогревался, казан загружается на 2 трети, как положено, глубины сюда на 2 трети, значит, и когда топится там дрова, да, то есть он как фонтанчиком вот так вот факелом обогревается казан. Здесь получается подача кислорода снизу, по центру, да, самой топки? Здесь подача кислорода идет через поддувало, ну, я через колокольчиковую решетку имею в виду в середине она получается, да, 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 и вот здесь, если посмотреть, да, 4 точки сбросовых, то есть по периметру прям, ну, и равномерно они все. Равномерно они, они даже не равномерные, они, сечения разные у них, то есть вот то, которое сечение, ближе к выходу, ближе к выходу, оно самое маленькое, самые большие сечения вот в этих углах, Потому что дым стремится по линии наименьшего сопротивления, там где есть, ну, словно, скажем, тяга, да, то есть то, что называется тягой. Поэтому вот сечение прямоточного канала, который идет прямо в трубу верхнего, оно уменьшено на 30% по сравнению с другими сечениями. Второй канал, вот этот, он тоже не сильно большой, он чуть-чуть побольше, на 10% побольше вот этот сбросовый канал, потому что у него тоже короткое плечо. То есть он ныряет вниз, вот через вот этот хайло, ныряет вниз, собирается в нижнем коллекторе и уходит вот туда в дымовой канал. А вот эти два передние, вот если мы заглянем, Александр, сними, пожалуйста, вот отсюда. Вот здесь вот эти два хайла, они по сечению почти в два раза больше, чем те. То есть общее сечение, вот топка получилась здесь 130 литров объемом, 130 литров. Общее сечение сбросовых каналов 440 квадратных сантиметров, 440. Но за счет, за счет нижнего кольцевого коллектора сборного для дыма, да, значит, удалось его запихать в пятериковую трубу, то есть в 330 квадратных сантиметров сечения. Труба от него идет, дымоход вот там, 330 квадратных сантиметров, 320, да, вот, а объем топки 130 литров. Но за счет от приемного колпака нижнего коллектора дымосборника, да, то есть как бы с этих четырех хайлушек, он уравнивается. И когда мы топим, казан разогревается вообще равномерно со всех сторон. И днище, и бока, то есть вообще одинаково греются. Нету такого, что вот в одно хайло летит, а в другое меньше летит. То есть свечение пламени вот в этой щелке, где казан стоит, одинаковое по всему периметру, то есть вот. Ну, то есть это должен заценить повар, который будет готовить, правильно, где у тебя будет здесь и там везде одна температура. Ребята узбеки, которые здесь живут, базой занимаются, содержанием, они вот, видно, что он пользуется на казан, да, то есть они здесь регулярно плов готовят. То есть, ну, вот пока тепло было, регулярно готовили плов. Здесь он получается лучше, чем у них железный есть мангал для казана, ну, подставка. Там дровами во дворе топят, но они сейчас сюда стали ходить плов готовить, потому что здесь теплоемкость высокая. Ну, и потом после приготовления плова, здесь, когда хорошо протопишь, уже остаются угли на колоснике, и плов томится час-полтора, час-полтора просто томится при температуре 130-140 градусов. То есть это особенности приготовления? Особенности, да, и он получается очень такой, ну, очень вкусный, то есть. Чтобы удобно было здесь пользоваться, с этой стороны тоже сделана большая столешница, ну, вот сюда дверки встанут потом для инструмента, то есть это хозяйственный ящик, здесь казаны там, то есть все будет храниться. А чтобы не бегать туда-сюда, то есть возле тандыра есть столешница разделочная, да, куда можно поставить приспособление, и возле казана, потому что здесь тоже он же и тандыр, можно использовать как тандыр. То есть все те же самые блюда, что в тандыре, можно готовить. Единственное отличие, что здесь есть колосниковая решетка, и она, она подлая, оказывает негативное воздействие на, так сказать, на саму концепцию тандыра. То есть под, под у тандыра должен быть глухой, глухой, чтобы он был горячий, чтобы он был теплоемкий. Ну и вот раковина, соответственно, чтобы, ну, тут помыть. А тут уже по хозяйству, чтобы это все подручно было. Да, помыть по хозяйству, чтобы все подручно было, то есть раковина с водой, то есть, ну, понятно, что она только в летнее время работает. Какие элементы использовались как декор? То есть, если пойти, ну, наверное, отнизу, да, вот эта часть, это же тоже, так скажем, особенности кладки, чтобы задекорировать. Значит, кладка декоративная, ну, взят за образец Максим Герасимов, он член студии СПД, студия печного дизайна, там, где есть Саша Тульский, печник, да, то есть, Сычков Виктор, там, ну, и еще там, Ром Авдеев, там, и другие, да, то есть, видные мастера такие, да, то есть, именитые. Вот, у Саши Тульского стиль, стиль вот такой, значит, вот эта гребенка, гребенка, срисованная с храмов 17 века, то есть, в этом комплексе Максим Герасимов решил использовать такую же архитектурную картинку, которую делает Тульский Александр. То есть, мы сделали не один поясок, сделали, как бы, ножки, ножки, да, то есть, с гребенки, с гребенки, сделали поясок такой вот возле тандыра, да, то есть, чтобы сочетался, и, и. И наверху, соответственно, чтобы завершение картинки было, да, то есть, как бы, вот на дымосборнике, где дымосборник вот соединяется, все пять труб, он, видите, пошире, чем труба, все пять, со всех четырех очагов трубы соединяются. Там тоже сделали такую же гребенку, то есть, как бы, на два ряда высотой, здесь на один ряд высотой, там на два, а здесь вот возле тандыра на три ряда высотой. Ну, немножко надо сказать, что этот архитектурный элемент освежает, освежает, то есть, кладку, даже когда кирпич был страшный, грязненький, это Максбург кирпич, он без обработки, конечно, не такой красивый, как сейчас. Вот эта часть, это же тоже, так скажем, не просто подъем, он тоже дает свой эффект и фишку. Ну, ломаный карниз, ломаный карниз, да, это тоже такая интересная штука, то есть, делается достаточно, ну, вроде бы просто, а вроде бы и не сильно просто. Это же время, да, то есть, дополнительные хлопоты, углы согнать там, то есть, все. Здесь он немножко, конечно, Максим, это, чуть-чуть не достарался, но, в принципе, издалека стараниями Анны Вершининой он подправлен, то есть, как бы, и теперь неплохо смотрится. На самом деле, тоже вот ломаные карнизы в архитектурном стиле тоже взяты с храмовой архитектуры, да, то есть, с храмовой именно архитектуры. Это 17-18 век, то есть, когда деревянные храмы, большей частью, перестраивались в кирпичные у нас в России, и архитекторы старались их приукрасить, потому что это же богоугодное заведение, то есть, и оно должно выглядеть благообразно. Поэтому придумали вот такие интересные формы разные. Ну, многие печники, как раз, чтобы придать вид красивый своему изделию, да, как раз используют элементы храмовой архитектуры, которые можно вместить, допустим, ну, на том объекте, который ты делаешь. Если это печка, то там какие-то маленькие элементики, да, то есть, ну, если это большой комплекс, то вот, соответственно, карниз пришлось ломать так, не в одном месте. Но он же еще выделяет, получается, рабочую зону, ну, если бы так посмотреть, допустим, если там хлебная камера, было бы все прямо, и как-то это, ну, не привяжешься. А здесь она прямо как рабочая, такая небольшая зона, можешь что-то поставить, ну, по ощущениям внутренним, по крайней мере, как это заходит. Прежде чем вот это здесь воплотилось, то есть, это было раза 4 или 5 нарисовано на компьютере, то есть, в скетчапе, и смотрели, обсуждали, то есть, как сделать, что сделать. Ну, вот пришли к мнению, что если на один ряд даже карниз поднять, на один ряд, вот здесь, рабочую зону, да, обозначить, совершенно правильное, Максим Николаевич, замечание, то это, ну, значительно освежит внешний вид, то есть, как бы, и будет очень гармонировать с лучковыми перемычками. То есть, вот здесь мы имеем трапецию небольшую, и здесь такую видимую трапецию, так же точно и здесь, то есть, как бы, вот, перекрыша. Здесь такая, тоже лучковая перемычка, да, кленовая, значит, это у канадца срисовано, у роя. То есть, это тоже одна из особенностей. Да, то есть, вот мы, я, в частности, ну, и у Максима Герасимова, то есть, как бы, на перекрытие вот такие звездообразные перемычки кленовые делаем, то есть, в полный рост кирпича, да, то есть, полноразмерный кирпич вертикально на два, на три, на четыре ряда высотой. Ну, и сложность происходит в чем, что все кирпичи, это разной формы клинья и разного размера клинья. То есть, вот это, в этом сложность заключается звездообразных таких перемычек. А вот такие лучки, то есть, они попроще швом регулируются, в принципе, тут только вот центральная часть подкачивается, замки. А это из целых кирпичей собирается. Ну, это вот придумка, так сказать, оптимизация процессов, которые Саша Тульский воплощает. Он работает с клинкерным кирпичом, с донскими зарями, там, с ручной формовкой. Там швы сантиметровые, то есть, работает на смесях на основите, которые хорошо сантиметровые швы держат. И регулирует наклон кирпича чисто швом, поэтому не заморачивается с точкой, с обточкой и тому прочее. Просто размер рассчитал вот этой дуги, чтобы вошло кратное количество кирпичей со швом. И красиво очень точно ложат, то есть, у него они, ну, очень красиво смотрятся. У Тульского, у Александра Печняка вот такие перемычки. Ну, срисовано, срисовано у него образец, скажу честно. Срисовано у него. Так, что еще? Угловые вот эти части, это же тоже... Это тоже кусочек храмовой архитектуры, тоже 17 век. У нас, если даже в Иркутске посмотрите на... Как там, художественная школа или что там? Где? Училище художественное. Вот напротив цирка там дом есть, вот как раз с такими элементами. Ну, печники называют плавники. Вот это уголочки, да, плавники вроде как. Но Тульский их очень активно использует. Это у него стиль такой уже сформированный. Он много лет уже работает вот именно в этом стиле. И других стилей у него нет. Это ардыко стиль. Вот, куряйте, смотри, я слышала, что это. Ардыко стиль, говорю, да. Ардыко, да. Вот, то есть, ну, вот попробовали сделать. То есть, как бы, ну, что получилось, то получилось. Вверх на фартуках тоже кирпичи поставили на ребро, стоя, чтобы обозначить, ну, вертикальный контур, потому что... Это вот эта часть, да? Да, да, да. Чтобы обозначить вертикальный контур, чтобы он, как бы, являлся завершением гребенка. Да, 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 да. Здесь она тоже повторяется стой. Там, здесь и гребенка. То есть, они очень хорошо сочетаются и подчеркивают, как раз, завершение самого комплекса. А дальше уже идет труба. То есть, вот комплекс-то, собственно, очаги закончились дымосборником, да, которого там имеет роспушечку, карнизик на два ряда. Это дымосборник, да, то есть все. А дальше идет трубная часть, то есть как бы дымоходная, она просто ровная. А здесь, чтобы законченный вид имела, как раз на ребро поставили кирпич наверху, вот эта гребеночка и вот пояски на дымосборниках, на каминах вертикально. Ну, мне кажется, вот архитектурное решение вполне такое приемлемое, то есть, ну, кладка получилась, скажем так, декоративная, потому что сам кирпич, вот, Максбург, да, он, ну, такой он имеет грязненький вид такой, не очень, скажем так, опрятный. Ну, мы сейчас пойдем погреемся, и здесь с нами Анна присутствует, вершинина, то есть, и мы как раз поговорим, как облагородить из такого превратился вот в такой. Да, пойдемте греться, пойдемте греться. То есть, он был полностью весь комплекс в одном цвете. Да, в одном незрачном, таком сером, таком цвете. И швы тоже были такими же цвями. Швы были серые. Тут опять голубенький шов, то есть, он везде разный, а здесь уже под керамический кирпич, он уже коричневый. Швом, как рамочка в картине, да, обыграть кирпичик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова